посылают на войну и не выплачивают обещанные деньги у нас у всех семьи дети внуки у нас всех дома остались мы не можем сплатить за коммуналку за свет за газ потому что наш губернатор считает что деньги нужны ему они нам и не нашим семьям никаких условий быта на передовой антисанитария отсутствие логистики провизии и обмундирования вся суть российской армии полное обесценивание человеческой жизни в отпуска нас не отправляют нас закинули вот такую лесополку ложат нас кассета укропы нас кассетами ложат с утра до вечера тут ребята 200 и лежат 200 и 300 и вот лежат супа и всех насрать по скотски относятся не только к рядовым а и офицерскому составу результат таких действий значительно возросло количество саму среди офицеров количество среди расшистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло и выросло значительно часть из них может быть связана с боями что их могут догнать украинские военные офицеры среднего звена хребет любой армии мира только не в российской ведь причин для самого тут более чем предостаточно когда не налажены отношения там с однополучанными с командирами когда на тебя постоянно наказывают за что-то за любую провинность до постоянные ссоры поборы могут быть факторы мужеловства то есть это было то есть видеоматериалы когда представители кавказа насиловали российских военнослужащих большая часть это когда таких случаев когда военный не понимая смысла нахождения на передовое он понимает что он пользовал все методы пасть на войну и пытался купиться и писал рапорта животный страх толкает его на самое простое что он может сделать данной ситуации по состоянию на июнь 2023 года число российских офицеров погибших на войне в украине увеличилось до 2 152 из которых пятьсот девяносто семь были в звании от майора и выше также было ликвидировано 1554 военнослужащих в звании от лейтенанта до капитана на подготовку таких специалистов уходят годы но видимо не на болотах понятно что об этих цифрах никто не скажет в новой федеральных каналах если человек там застрелился далеко над передовой и захвачен украинцами то есть потеря пропал без мести если стрелился где-то в расположении командир может сюда скажем вот получил ранение совместимое с жизнью там обстрел был выплаты и родственники ничего не узнают все зависит от командира украина в этом случае уже традиционно ведет себя гуманно даже с врагами и готова принять тех российских солдат и офицеров которые устали от войны и понимают что кремль их использует сдастся в плен может как рядовой так и генерал мы гарантируем обращение в соответствии женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом несмотря на то что речь идет об убийцах и агрессорах имеется в виду гарантии того что речь будет идти именно о захвате в плен это самый самый перспективный такой явный вариант который самый правильный вариант который может воспользоваться российские военнослужащие находясь на территории украины потому что все остальные варианты это это смерть это получение ранения это лучший и самый безопасный выход из ситуации для российских офицеров случае обмена украины не будет указано что российские военные издался сам а все будет указывать на то что его обезоружили силы были неравны то есть россиянин сможет скоро вернуться домой и больше не ехать в украину потому как тут либо смерть либо суй